Привет, привет! Добро пожаловать в новый влог! Я не знаю, как это возможно, но это тот завтрак, который я готова есть каждый день, и он мне совершенно не надоедает. Главное выбрать спелое и кремовое авокадо. Мой любимый сорт это хаз, и чаще всего я покупаю именно его. Разминаю вилочкой, добавляю томаты, у меня как раз в холодильнике были черри, и дальше всего несколько приправ. Я кладу чеснок, если вы работаете в офисе, то этот шаг можно пропустить, но я в основном все делаю удаленно, поэтому могу себе позволить. Несколько капель лимона, соль, перец и немного оливкового масла. Все перемешиваю, и я люблю все это дело с ржаным бездрожжевым хлебом. Когда-то я обязательно научусь печь его сама, но это не точно. Выкладываю все на хлеб, иногда ем прямо из тарелки, и это мое любимое начало дня. Всегда, когда делаю что-то с лицом, я убираю волосы. Они мне жутко мешают, поэтому какая-то повязка, обручь, заколка, резинка очень выручают. Я недавно делала кислотный пилинг и чистку лица, и чувствую, что моя кожа очень сухая, поэтому сегодня обычным кремом или сывороткой не спастись. Поэтому сегодня я воспользуюсь девайсом для интенсивного ухода за кожей, который я вам до этого никогда не показывала. Ну, точнее, показывала раз, но никогда подробно не рассказывала. Я обожаю Foreo за дизайн. Выглядит очень современно, высоко и технологично, но главное за эффекты, которые я получаю от этих приборов. Что это такое? Это гаджет Foreo UFO, и у него целых 4 терапевтические действия. Первое – это LED свет, причем здесь есть целый спектр цветов для всех потребностей нашей кожи. То есть, благодаря этой функции гаджет способен оказывать разные действия на нашу кожу. Ну, например, голубой оказывает успокаивающее действие, красный антивозрастной, есть также антибактериальное, что тоже очень хорошо, когда есть какие-то высыпания, воспаления. Мне нравятся зеленые, потому что, когда я регулярно им пользуюсь, то тон кожи хорошо выравнивается. Дальше – криотерапия и термотерапия. Это очень приятно. Благодаря нагреву все активные компоненты нашего ухода лучше проникают в кожу, а благодаря охлаждению поры сужаются и также уходит припухлость. Я покажу вам, как это работает. У меня сегодня будет масочка Call It A Night. Вот такая. И она с женщинем и с оливковым маслом. Она очень здорово восстанавливает, напитывает кожу, делает ее безгранично мягкой. Между прочим, гаджет можно помыть после процедуры. Он не боится воды, что очень удобно. И его также можно использовать с вашим любимым кремом, с сывороткой, с маской. И также комбинировать его функции в зависимости от того, в чем нуждается ваша кожа в данный момент. То есть получается такой апгрейд вашего любимого средства. После моей сегодняшней процедуры лицо стало ощутимо более мягким, таким напитанным. Ушли раздражения. И в целом мне нравится, что я стала более такой отдохнувшей, свежей. Что не так просто в последнее время. Мне кажется, что последние два месяца меня, знаете, прибили. Я вообще заметила, что при использовании Foreo UFO весь мой уход как будто начал работать на максимальной громкости. И при регулярном использовании кожу гораздо проще поддерживать в хорошем состоянии. Я советую вам присмотреться к этому девайсу. Еще хочу вам кое-что показать. Получается, позавчера вечером я окрасила брови своим любимым тинтом. Я его подержала чуточку дольше, чем ранее, где-то 15 минут. И брови до сих пор на месте. У меня светлый оттенок. Вы знаете, это так удобно, когда ты просыпаешься, а у тебя уже есть хотя бы рамка лица. Над остальным можно поработать. Облегчает мне жизнь. И еще я какое-то время тому назад заказала сыворотку для ресниц. Она не гормональная. Я рассказывала вам о ней. Я нашла видео, которое я снимала год тому назад. Просто какой-то бумеранг, который я никогда не выложила. У меня были там такие роскошные ресницы. Они сейчас почему-то начали выпадать. Поэтому я быстренько заказала Xlash. Я подробно вам расскажу об этой вещи. Но она точно работает, не вызывает раздражения глаз. И когда отменяешь, то тоже реснички возвращаются к исходному состоянию. Так сказать, ничего за время паузы с моими ресницами не произошло. Но мне, конечно, хочется иметь такие, знаете, красивые-красивые. Кукольные-кукольные. Так что я уже где-то использую вторую неделю. Я думаю, что вскоре появятся первые результаты. И так как у меня бесконечный насморк и болит горло, ну в общем, давайте не будем о грустном. У меня очень сильно пересыхают губы. И я сейчас достала бальзамчик. Я давно его заказывала. Это La Roche-Posay. Вот такой он универсальный для всей семьи. Он моментально восстанавливает губы. Если нанести на ночь, то утром проснетесь как с новыми. Супер крутой. И можно и деткам также, и взрослым. Так что мажу всех, в том числе себя. Мне, конечно, сейчас сложно еще долго говорить. Поэтому приходится делать паузу в своем повествовании. Сейчас закончу болтать и сделаю, пожалуй, еще одну масочку на шею и на декольте. У меня сейчас гиперчувствительная кожа. Здесь в ванной теплее, чем в остальных помещениях. У меня сразу же появляются покраснения. Поэтому хочется поухаживать прям за всем лицом. Да, наше лицо не заканчивается здесь. Это также шея и декольте. Не забывайте об этом. Девчонки, а в этой части влога мы рассмотрим мои обновки. Я поделюсь с вами. Возможно, вы присмотрите что-то для себя. И начинаем с H&M. Поехали. Я давно себе хотела приобрести какой-то серый жакет. Не в клеточку, не в полосочку. И не слишком темный, такой, чтобы я смогла носить его в любое время года. Я прекрасно вижу его как со светлыми, так и с темными вещами. И с джинсовой тканью. Очень стильный. И мне нравится то, что он с одной стороны оверсайз, но не слишком большой. И у меня один из самых маленьких размеров, то ли 34, то ли XS. Я обязательно оставлю вам всю нужную информацию в инфобоксе. И я считаю, что за такую цену это нормальное качество. То есть справедливая цена. Если хочется прям супер классную посадку, очень качественный материал, то потом придется заплатить не 200 с чем-то злотых или 190, я точно не помню. А столько же, только в долларах. Поэтому тут уж вы сами можете выбирать, что нравится вам, что вы можете себе позволить. Но я жакетом довольна. Я уже его носила. И, конечно же, я его оставляю, потому что я поснимала этикетки. Он меня порадовал. Жакет идет на подкладке. Можно носить его и в расстегнутом виде, что я, собственно говоря, частенько и делаю. Я нашла в H&M джинсы. У меня 34 размер. Это модель мам джинс. То есть они свободные. Больше всего, наверное, видно сзади. Вот. Они хорошо сидят. Они не слишком тонкие. Но в них не будет жарко, когда станет тепло. И также они не дубовые. Я заказывала, наверное, штук 5 разных в Заре и в разных размерах. И все они сидят супер странно. Пришлось вернуть. Поэтому я остановилась на этой модельке. Мне все очень нравится. И цвет здесь такой неоднородный. Также можно именно эту модель найти и в светлом цвете, и в темном. Их там штук, наверное, 8. И у нас они представлены как онлайн, так и оффлайн. Поближе покажу вам цвет. Они как будто немножко мараморные. Имейте в виду, что такие джинсы, такая модель будет слегка растягиваться. Поэтому не берите на несколько размеров больше. Смотрела я, смотрела на этот шарф-пончо в H&M и поняла, что он, ну вот, необходим мне для того, чтобы создавать еще более комфортные, мягкие, теплые, уютные образы. Не только зимой, но и весной. Во-первых, я отхватила себе классный свитер. Здесь небольшая примесь шерсти. И цвет такой, на который меня больше всего и чаще всего тянет. Это, опять же, бежево-коричневый с высокой горловиной, которая, между прочим, не давит. Я взяла себе, по-моему, S. Уточню вам, девчонки, потому что все это приходит ко мне в разное время. Пока дождусь посылку, потом пока сниму. Забываю, честное слово. Но он такой неудлиненный, видите, то есть не прикрывает мне полностью бедра и попу, но он свободный. И даже если надевать его с брюками, например, с расширенными, можно слегка его подзаправить спереди. Тоже будет выглядеть очень стильно. По-моему, я взяла себе не XS, потому что рукав длинноват, но я так его еще больше даже подворачиваю. То есть рукав не короткий. И пончо на меня смотрело, это даже не совсем пончо, это типа как шарф пончо. Вот так это выглядит сзади, просто набрасывается. Оно смотрело на меня настолько пристально, что я подумала, давай, дружок, ко мне. Тем более, что это недорого, я вот сейчас стою и понимаю, что мне очень тепло. И когда чуточку потеплеет, я смогу так ходить на улицу. Я еще думаю купить светлый пояс для того, чтобы подчеркивать свою талию и не выглядеть как Алла Пугачева совсем. То есть завязать его, и тогда вообще будет прикольно. Но я выжидаю свой размер на Золанду. Если куплю, то оставлю вам ссылку, потому что сама не могу его выловить. Пончо, как мне кажется, можно носить даже светлой и темной стороной, хотя здесь есть вот шов, но это не критично. И посмотрите, как гармонично все выглядит вместе. Правда? Несмотря на то, что не совсем мой стиль, не совсем мой аксессуар, но я выхожу за собственные рамки комфорта. И о леггинсах я обязательно расскажу вам чуточку позже. Это тоже моя большая любовь. Странное освещение. Сейчас никак не могу показать вам настоящий цвет этого худи. Оно чуточку ярче, но все равно пастельное. И это худи из H&M. Оно из плотного материала. Но здесь вот эта такая мягенькая штучка, она не из хлопка. Тем не менее, я заказала себе его сначала в размере S. Оно было слишком большим. Это тоже не то, чтобы маленькое. Имейте в виду, если вы совсем дюймовочка, то вы ничего на себя не подберете. Если на меня это XS, то я даже не знаю, как худышки смогут это носить. Хотя, может, вы любите такое мешкообразное. Я решила, что я оставлю его себе, потому что на мне XS сидит свободно, но в меру. Я сейчас немножко злюсь на себя, потому что у меня есть классные, более плотные серые леггинсы с прошлого года. Это пижама, на самом деле. Но я не смогла их отыскать. Поэтому не буду вам полностью показываться. Только вот так худи. Хотя, вы знаете, в этих леггинсах тоже можно выступить. Где-то тут на прогулке. И еще хочу купить большие объемные белые кроссовки. И носить с бейсболкой, и даже, может быть, с носками чуть повыше. Посмотрим. Хочется мне немножечко так разнообразить свои спортивные костюмы. И вот эта надпись – это не принт. В случае масс-маркета иногда принт исчезает с первой стиркой, а это вышивка. То есть, есть шанс, что оно продержится дольше. Я уже надевала эту толстовку с закопаном. Мне было удобно. И оно тепленькое. Есть разные расцветки. Но модели также отличаются друг от друга. Некоторые укороченные, некоторые наоборот. Такие, как это. Поэтому нужно быть внимательным при выборе. Но сейчас, опять же, актуальны все вот эти такие а-ля американские надписи. В стиле колледжей каких-то. Но вообще-то мне всегда это было по душе. Есть огромное количество разных расцветок. А сейчас будет то, в чем вы однозначно не могли бы себе меня представить. Я решила вернуть куртку-жакет кожаную, которую я покупала на распродаже в Mango. Потому что она на меня велика. И я считаю, что она слишком дорогая. Сидит как-то странно. Заказала. Пока что вот думаю. Это жакет из Zara. Это эко-кожа. Он тоже не то, чтобы прям супер бюджетный. Я никогда не ношу его. Не носила бы в застегнутом виде. А больше вот так. И он тоже оверсайз. Он больше, чем серый жакет из H&M. Рукав здесь нормальный. Но он реально объемный. И сейчас приготовьтесь, чтобы не грохнуться. Лучше присядьте. Та-дам! Вы это видите? Наверное, вот так будет лучше. Это называется вспомнить. Не хочется говорить молодость, а скорее юность. Это ботинки из Zara. Но справедливости ради они довольно удобны. Раньше я на каблуках похлеще, на платформе похлеще щеголяла по метро, по Киеву, по Бухову, господи, по маршруткам. Как я не убилась, я до сих пор не знаю. Муж их увидел. Говорит, Оля, это же просто шикарная пара обуви. Конечно. Версачи, по-моему, снова их ввели в моду. Оля насмотрелась трендов. У меня нет другого объяснения. Но вообще, если Бог не дал тебе роста, то у тебя всегда есть каблуки. И, наверное, моя покупка продиктована именно этим. Оля решила побыть роковухой. У меня больше нет никаких оправданий и объяснений. Воспринимайте это, как хотите. Каприз. Захотелось кардинально сменить свой стиль. Но вообще, мне нормально так. Серьезно. Поэтому иногда можно. Тем более, что у нас скоро девичник или куда-то в кино с мужем. Не с собакой гулять. И не с детьми на площадку. А вот так должен выглядеть безупречный жакет. Он уже из категории подороже. Но так как это базовый гардероб, оно того стоит. Это бренд Present Simple. У меня будет несколько вещей от них. Я не стану скрывать, что со мной связался бренд. И предложили что-то выбрать. Но до этого я заказывала у них несколько вещей. И они до сих пор не теряют свою актуальность. И не теряют свой товарный вид. Как бы я их ни носила под верхнюю одежду. У меня есть и нарядное платье, и жакет Хаки, которому нет сноса. Он действительно очень стильный, универсальный. Этот жакет я брала на замену своему светлому жакету из Zara. Если помните, я показывала свою зачистку гардероба. И он так деформировался даже после химчистки, что мне некому было его отдать. Стыдно. Он выглядел ужасно. И спасибо большое бренду за то, что предоставили мне вот такой подарочек. Сзади все как положено. Ну, я уверена, что я буду носить его как весной, так и летом. Я самая большая и ярая поклонница жакетов. И с какими-то платьицами, с джинсами, опять же, с любым низом на самом деле. С голубым. С любым низом на самом деле. И вот даже сейчас я могу надеть леггинсы. Такие объемные сапоги. Это у меня Stradivarius с прошлого года. Но я думаю, что нечто похожее можно найти. И взяла контрастную сумку. Как видите, я ее оставила. И теперь пытаюсь как-то внедрить свои наряды. Я переборола себя. И считаю, что это удачное приобретение. Пусть и слишком дорогое для тканей. Но все равно, мне хотелось. И она очень хорошо дополняет многие мои образы. Я еще ищу какой-то светлый топ. Не только к этому наряду, а в принципе. Но пока что мне не повстречался тот, который меня бы устроил. Вот такая ткань у жакета. Конечно же, он идет на подкладке. Но здесь все по такому наивысшему стандарту. И леггинсы у меня тоже Present Simple. Я показывала их в Инстаграме в одном из образов. У меня есть даже светлые леггинсы от Max & Co. Это такой бренд подороже. Я, правда, купила со скидкой. Но все равно ткань гораздо тоньше, чем здесь. У меня размер S. Они очень хорошо сидят. Резинка не тугая. Не передавливает. Но они и не сползают. Посмотрите, они совершенно не просвечиваются. Они есть в разных расцветках. Вот сейчас даже попытаюсь посильнее натянуть. И не подчеркивают изъяны фигуры, что иногда случается. Казалось бы, такая простая, базовая вещь, как светлые леггинсы или леггинсы в принципе. А попробуй еще найди что-то достойное. Образ из моего Инстаграма. Я снимала рилс. Мне так приятно, что многим он пришелся по вкусу. При том, что я не стилист. Я просто показываю вам, как я одеваюсь, как я ищу какие-то новые сочетания для себя. И сейчас на мне те же леггинсы. Взяла арахисовую сумку и топ. Старые у меня из Zara. Я такие купила бы себе во всех цветах, но их больше нет. Покупала пару лет тому назад. Увидела этот кардиган у Present Simple. Я вообще отправила, знаете, список тех вещей, которые мне нравятся. Я даже не ожидала, что они все у меня будут. Девочки, если бы мне нужно было купить самой, я бы это сделала. Во-первых, расцветка необычная. Во-вторых, это тренд. Зебра будет везде. Но черно-белая, она слишком контрастная, надоедливая. И мне она не совсем подходит. А здесь, вы знаете, то, что я люблю. Бежево-коричневая гамма. Кардиган из мериносовой шерсти. Это премиальное качество, то есть шерсть такая же теплая, она лучше служит и при этом не колется. Если разделить стоимость вещи на количество, раз сколько вы будете это надевать, то вы поймете, что иногда стоит, скажем так, вложиться. Очень хорошо, конечно, все сделано. Передраться не к чему. Я это говорю не потому, что мне подарили этот кардиган. Честное слово. Очень неожиданный выбор для меня самой – это платье туника. Шерстяное – это лимитированная коллекция Present Simple. Я искренне благодарна за такие роскошные подарки, правда. Потому что, во-первых, такого качества вы не найдете в масс-маркете. Во-вторых, каждая вторая не будет в таком ходить. Есть разные цвета таких туник. И даже на девочках повыше это будет смотреться еще более выигрышно. Хотя при моем невысоком росте, очень гармонично, я считаю, можно какие-то светлые джинсы надеть, обтягивающие, да, с другой обувью, с более такой классической, наверное, с классическими сапогами. Я сначала думала о светлом, светло-бежевом или серо-коричневом платье-тунике. И потом даже обрадовалась, когда увидела вот это голубое. Потому что мне подобрали этот цвет, по-моему, мне очень хорошо и в этом цвете, и в этом фасоне. И оно еще и теплое, девочки. Это мереносовая шерсть, то есть шерсть наивысшего качества. Я стою дома, у нас сегодня довольно солнечно за окном, поэтому дом нагрелся, плюс отопление. И я ощущаю, как мне не холодно, наконец-то, потому что я мерзлячка. Супер красиво. И так необычно. Никогда бы не подумала, что я такое надену. А прям вот сегодня так готова куда-то идти. Здесь воротник в виде стойки, гладкая пряжа. Так, оригинально. Согласны со мной? Я решила показать вам наряд с толстовкой, но не с джинсами, не с леггинсами, даже не со спортивными штанами. Что-то более женственное, но при этом комфортное и удобное. Это толстовка из стопроцентного хлопка, из плотной ткани, из категории того, за что мы все-таки платим. Здесь все. И под толстовкой на мне шелковое платье, которое я покупала в прошлом году в Endadress Service. Но можно взять любую, типа, сатиновую юбку. Сейчас их навалом в разных магазинах. А шелк, он более приятный к телу и в нем не жарко. Также я добавила шлепанцы кожаные из зимней распродажи. Манго я покупала их. Но тоже можно взять какие-то объемные сандалии. На ваш выбор. Добавляем мягкую сумку, типа шоппер, в цвет к нашему наряду. Черную, белую. Или наоборот, добавляем что-то цветное. То есть это будет наш цветной акцент. Такие толстовки есть разных цветов. Я выбрала себе беленькую, потому что мне не хватало такой в моем гардеробе. Не на сезон 2, а на долго. Вроде бы ничего особенного, но это та дорогая простота, в которую я влюблена. И я сейчас не о цене вещей, а именно о сочетаниях, об идее, какой-то такой немножко скандинавский стиль. Вам не кажется? И в самом конце, думала вообще не показывать, потому что образ полностью не готов, но их так быстро разметаю, что я сама еле отхватила себе футболку из плотного хлопка. Ткань реально, девчонки, достойная. Это H&M и у меня размер XS. Она длинненькая, она прикрывает мне попу, и она широкая. Буду носить с леггинсами и с большой джинсовой курткой с кроссовками. Вот такая у меня идея. Тоже в стиле американских колледжей. Ну что поделать. Сейчас с такого навалом. Убирайте то, что нравится вам. Но футболка мега стильная. С джинсами тоже будет клево. Правда, как это добро все заправить. Буду как на девятом месяце беременности, если я такую футболку запихну в джинсы. Девочки, меня настолько вдохновляет весна. И также мне нравится купить какой-то новый аромат. Именно девочки, меня так сильно вдохновляет весна. И я зашла в парфюмерный магазин рассмотреть новинки, и этот аромат сразу меня опленил. Я пока что не поняла, насколько хорошо он держится на мне. Но здесь такие приятные и сладкие нотки белых цветов, и древесные, и цитрусовые. И по-моему, здесь даже есть инжир. Он из категории умеренно сладких, но какой-то вот он такой сбалансированный, можно сказать. Я обязательно сделаю на него обзор. Очень красивый, простой, лаконичный, но стильный флакончик. Так, крышка как будто сделана из ракушки, что ли. У меня здесь стоят ароматы, которыми я пользуюсь чаще всего. В конце прошлого года был обзор на все мои ароматы, или практически все. А вот это теперь займет почетное место. И разнашиваю его, когда буду делать видео о своей косметичке на весну и лето. Я все подробно расскажу. Я перестаю его ощущать спустя несколько часов. Но не знаю, то ли потому, что он хорошо мне подходит, то ли потому, что нестойкий. С этим я определюсь. Но пока что он очень поднимает мне настроение. И, наверное, в ароматах это самое главное. Скажите, вы пробовали его или нет? Мне сказали, что это новинка прошлого года. И я как-то после покупки вот этого аромата от Ботеги начала присматриваться к этому бренду. Где тут какая-то надпись. Алло. Ну, кроме указания бренда, по-моему, здесь ничего не написано. Но легко можно распознать, что за аромат. Он мне нравится. И весной и летом так же хорошо зайдет. Но я, как большая поклонница ароматов, решила пополнить свою коллекцию. Прихлопну свой макияж. Точнее, то, что от него осталось. Я бы тоже на его месте не выдержала. Я накрасилась рано утром. И сейчас уже четвертый час. Плюс я несколько раз переоделась. И вообще на каждый день, да не только на каждый день, я практически никогда не использую стойкую косметику. Но если надо, чтобы хорошо держалась, я припудриваюсь. Сегодня этого не сделала. У нас суббота. Обычно выходные дни я никогда не снимаю. Это время для семьи. Но так как раньше я была не в состоянии, то Томак забрал детей и в кино. А я вот доснимала для вас примерку. Сейчас еще постараюсь смонтировать. Хотя это занимает много времени. А мне еще сегодня нужно убрать, не поверите, зимние декорации. То, что я готовила на рождественские праздники в декабре. Самое время практически март на носу. Оно у меня не было ни сил, ни желания, ни времени тоже. Так что сегодня поснимаю свои звезды, уберу зимнюю композицию, рождественские венки. Это капец. Но могло бы висеть до следующего года. В крайнем случае, да. Мне пришлось бы потом это все украшать. Я была очень рада с вами повидаться. Я очень голодна. И я убегаю обедать. Я вас крепко целую и обнимаю. И мы с вами встречаемся уже совсем скоро. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok